Это правило. О чем я буду вам рассказывать? Подумайте, пожалуйста. Это нам очень полезно, потому что вы учитесь быть самостоятельными учениками, потому что не всегда вы будете встречаться с учебниками, будете что-то слышать, будете что-то просто видеть. У вас никогда на улице не будет возможности спросить у преподавателя, что это значит. И если вы разовьете себе навык того, что вы анализируете и сами выводите правила, то будет намного проще. И так будет проще говорить, потому что вы вывели правила, и вы в принципе уже можете даже методом принципа проб ошибок. То есть мне кажется, что это так. Вы пытаетесь и смотрите, как люди реагируют. Они могут вас исправить или не исправить, и все нормально, не заметят, так что вы для себя поймете, так можно дальше говорить или нельзя. Так что вот этот вот момент, что вы анализируете, что перед вами, и пытаетесь правила вывести, вам нужно развивать. Мы с вами стремимся к тому, чтобы быть автономными. Второе. Давайте посмотрим, как вы читаете самостоятельно. Не то, что я прочла, а вы повторили. Сейчас выключаете мое видео, ставите его на паузу, ставите рядом диктофон и читаете все слова, которые тут написаны. Вот первый столбик, не там, где уже расшифровка, а просто первый столбик. Потому что нам это очень важно. Вы потом сравните, получается ли у вас читать или нет. То есть вы научились читать или научились повторять? Нам нужно читать, научиться. Но правила у нас еще будут постепенно. Мы учим с вами слова, запоминаем и так далее. Конечно же, у вас все это усваивается. Посмотрим. То есть посмотрите правила, попробуйте прочесть. И давайте теперь со мной я вам объясняю правила. Будем читать. Правило состоит в том, что французы не любят, когда на слуху, вот так, когда мы говорим, встречаются две гласные. Не все, но вот многие. И они предпочитают, например, «э» или «а» усекать. И вместо нее ставить апострахов, вот эту вот запятую. То есть эта запятая ставится в том месте, где была буква, и ее вдруг не стало. И вот посмотрите. «Жабит» – «я живу». Там вообще-то было «ж», «я» плюс «абит». И даже если вот это «h» у нас стоит, она только стоит на письме. Когда мы произносим глагол «абиты», да, это начинается с звука «а». «Жабит» поэтому. Получается «жи», апостроф, «абит». Дальше точно так же «адорэ», «обожать». Духи от Диор, наверное, все видели. «Жадор». «Я обожаю». Тоже было «ж» плюс «адор» – получилось «жадор». Точно так же «жэм», «я люблю». Было «жэ» плюс «эм» стало «жэмма». Наша фраза «сэ лави» – это ей жизнь. «Сэ» – это местоимение. Дальше глагол «этр». Третье лицо, единственное число, глагол «быть есть», как в английском «из». И «сэ» усекает «э», и получается «сэ», то есть «эс», вот «сэ», апостроф, «эстэ». «Льом» – мужчина, «лё», «ом», «лёмма». То же самое «лабрико», «абрикос», то же самое. Помните, у нас был урок английского, вот это вот «чего», как в английском «ов», «принадлежность». Тут тоже «дэ» плюс «англэ» получилось «данглэ». И национальность «женщина», «отрещен», «австрика», «лётрещен». То есть «и а» и «ё» тут усекаются, и вместо них ставится запятая. То есть, когда мы видим, например, условно слово «лабрико», мы не можем с вами по артиклю догадаться, мужской это или женский род. Ни почему не можем догадаться. Во французском языке есть какие-то окончания, которые нам подсказывают. Но это даже не половина. Поэтому нужно слова запоминать. Но это придёт, вы это начнёте понимать, и иногда, не иногда, а часто, вам будет помогать контекст. Ну вот точно так же, как, например, слово «папа». «Папа» в русском языке заканчивается на «а». В русском большинство слов, которые на «а» заканчиваются, должны быть женского рода. «Мама», «бабушка» и так далее. Но вы говорите «добрый папа», «хороший папа», и вы предлагательно понимаете, что это мужской род. Точно так же во французском будет что-то показывать, какого рода слово. Точно так же, когда вы слышите «хорошие кофе», «чёрные кофе», вы понимаете, что это мужской род и так далее. То есть не пугайтесь, вы пока об этом не думайте. Всё придёт, это достаточно естественный процесс. И давайте прочтём эти слова. А, и хотел, конечно же, момент. Видите, вот тут «юн» от «хищена», «юн» не усекается, потому что «эн» произносится, а «юн» не произносилось и не произносится дальше. Тогда как «ля», например, «ля францезе», «ля» там произносилось бы, если бы слово дальше с гласной не начиналось. Тогда как «юн», «юн» не произносилось, не произносится, так что мы её не зачёркиваем, не ставим вместо неё апострахов, а всё оставляем как есть. Давайте все эти слова прочтём. «Я живу», «жадора», «я обожаю», «жэм», «я люблю», «сэ», «это есть», «лём», «конкретный мужчина», это определённый артикль, «лабрико», «конкретный абрикос», «донгле», «английского», «лутриченна», «австрийка» и «юнна отриченна». Обращаю ваше внимание, что «отриченна» в данном случае это существительное, и все существительные национальности пишутся с большой буквы. Прилагательные с маленькой, а национальности существительные с большой. Но это тоже мы потом ещё с вами увидим. И давайте посмотрим примеры нескольких фраз. «J'étudie l'anglais», «я изучаю английский», английский язык. «J'étudie l'anglais», «c'est génial», «это классно», «это гениально». «Je cherche l'homme avec une guitare», «я ищу конкретного мужчины с гитарой». Он был с одной гитарой. «Je cherche l'homme avec une guitare». «Vous cherchez l'abricot jaune», «вы ищете тот самый жёлтый абрикос». «L'autrichienne organise un festival autrichien». Австрийка организует австрийский фестиваль один. Обратите внимание на произношение. «L'autrichienne nous organise un festival autrichien». То есть «autrichienne» – «en» произносим, а «autrichien» – мужской, там «en» – «совое» на конце, рот не закрывайте. «Autrichien». И «je sept cours». У меня семь уроков. Д'accord? «je sept cours». Ещё раз произнесём. «J'étudie l'anglais». «C'est génial». «Je cherche l'homme avec une guitare». «Vous cherchez l'abricot jaune». «L'autrichienne organise un festival autrichien». «J'ai sept cours». Et voilà. Напишите мне, пожалуйста, после урока, это очень важно, получилось ли у вас самостоятельно прочесть, что вы чувствовали, потому что я вас как бы в открытое море пустила, что вы до этого привыкли всегда за мной читать, а тут вам нужно было первым. Я думаю, что для некоторых это был стресс. Напишите, как, и удаётся ли вам выводить правила, поняли ли вы, о чём я говорю, о чём я пишу, и вообще ваши мысли по поводу урока. Разумеется, не всё я прочту, но вы даже сами для себя, как бывают люди, ведут дневник, и у них какие-то свои мысли появляются, это очень полезно, упорядочение какое-то происходит, и у вас точно так же в изучении. Но что-то я отвечу. До скорого, желаю вам хорошего дня и бон-кораж.